Несписанные кредиты не дают покоя жителям Шимкента. Сегодня люди, которые считают, что соответствуют всем требованиям, пришли к Нацбанку и устроили там скандал. Граждане утверждают, что ни власти, ни экономисты не хотят вникать в их проблемы и разбираться в ситуации. Аксаулей Ясикенова больше года назад взяла деньги в кредит на лечение дочери. Новость о списании кредитных долгов пришлась по душе многодетной матери. Вот только письмо счастья Аксаулей Ясикенова так и не получила. Женщина начала выяснять причины. С утра ходила в центр занятости, чтобы узнать, почему мой долг не списали. Меня отправили в народный банк. Там сказали обратиться в ЦОН. В ЦОН не сказали обратиться в национальный банк. Я пришла сюда, но меня и здесь не стали слушать. Таких, как Аксаулей Ясикенова, не попавших в заветный список оказалось немало. Я приехала из Тулькубасского района. Мне в нашем банке сказали, чтобы в Шымкенте все узнало. Я приехала сюда, но меня начали переправлять то туда, то сюда. Я инвалид второй группы. У меня и сын инвалид с рождения. Представители Национального банка объяснили, что не могут рассмотреть заявления собравшихся граждан. Мы объясняем, что изначально, когда работа была проделана на уровне республики, это список готовил Министерство труда и социальной защиты населения. Списки еще будут дополняться, потому что есть по каким-то непонятным причинам те, которые не вошли в список. Не получив положительного ответа, женщины намерены с завтрашнего утра прорываться на прием к Акему Шымкента. Бахром Абдулая, Виталий Занитинов, Информбюро, Шымкент.